Ну тем временем растут продажи авиабилетов из России в Крым в шесть раз по сравнению с прошлым годом. И едут не только отдыхать, но и присматривать себе недвижимость. Впрочем, покупку жилья оформить можно будет только в конце мая. Но россиян и это не останавливает цены. На квадратные метры в Крыму уже выросли на 20%. Итак, почем ныне домик у моря? Приценился и наш корреспондент Михаил Терентьев. Это квартира номер 5. Она расположена на втором этаже особняка Вилла Елена. Это одна из самых больших квартир, расположенных в нашем доме. Здесь порядка 150 квадратных метров. Такая квартира в Крыму мало кому доступна. За три комнаты с кухней, тремя балконами просят почти 2 миллиона долларов. Обратите внимание на толщину стен. Здание 1912 года строительства. Оно пережило мощное землетрясение 1929 года, когда 80% города было уничтожено. Это бутовые стены оригинальные. Когда мы делали реконструкцию, мы делали полную генеральную реконструкцию внутренних помещений. Управляющие рассказывают об интерьере. Диваны, кресла, кровати, комоды на стенах, фрески. Все сплошь ручная работа. Апартаменты называют коллекционным приобретением. Отдают прямо с мебелью, техникой и даже банными халатами. Мы как управляющая компания не нацелены уходить отсюда с продажей последней квартиры. Мы остаемся управлять этим объектом и пятизвездочным отелем «Вилла Елена», который находится на этой же территории. Поэтому мы стараемся подобрать такой уровень гостей, гостей и собственников жилья, которые бы сочетались друг с другом. Здесь продали пока треть квартиры своих хозяев. Они ждут по нескольку лет. Впрочем, владельцы комплекса не намерены пересматривать свою политику. Главных преимуществ нашей недвижимости является то, что они находятся на территории пятизвездочного отеля. Поэтому все сервисы нашего пятизвездочного отеля «Вилла Елена» доступны для собственников квартир. Теплый бассейн, четыре ресторана на территории гостиницы, спа-комплекс и так далее. Ну а здесь ни ресторанов, ни спа, ни мебели, только голые стены. За квартиру в новостройке площадью в 70 квадратов придется отдать 100 с лишним тысяч долларов. Впрочем, инвестиции вполне оправданы. Все квартиры с видом на море. Удорожает стоимость жилья этажность и вид процентов с этажом на 10% с каждым этажом. Чем выше, тем дороже. Квартиры в новостройке сейчас ходовой товар. И чтобы удержать спрос, продают их без отделки. Минус в одном – ремонт для иногороднего покупателя обойдется дорого. Да и что будет с теми домами, которые еще не сданы – большой вопрос. Основные строительные компании, которые у нас работают, это украинские строительные компании. Головные офисы у них находятся в Киеве или других крупных городах. Хотя есть и наши крымские, севастопольские компании. И поэтому не исключено, что эти компании могут, как говорится, увести бизнес из Крыма. И тогда пострадают именно инвесторы. Со склонов гор видно, как берег Черного моря обрастает новостройками. Все они были заложены до референдума. Почти все – с долей украинского инвестирования. И тем не менее, спрос за последний месяц вырос почти в три раза. Сейчас на жилье в Крыму претендуют в основном жители Большой России. В частности, Москва. Основной поток потенциальных покупателей именно отсюда. Затем Краснодар, Петербург и замыкают пятерку Новосибирск и Екатеринбург. Впрочем, те, у кого нет лишних 100 тысяч долларов, но есть желание жить в Крыму, варианты тоже найдутся. Ну вот, собственно, типичная гостинка в Ялте. 20 квадратных метров общей площади. Перегородочку сделали сами уже. Отделили зону кухни от жилой зоны. Такое жилье востребовано среди пенсионеров, которые хотели бы переехать в Ялту и провести здесь уже время, как бы большую часть своей жизни, меньшую часть своей жизни. Из удобств – ванная и туалет. Все на этаже. Зато стоит подобная комната 25 тысяч долларов. Да и воздух здесь чистый. Почти все дома гостиничного типа стоят в зеленой зоне, либо у подножия гор. Несмотря на спрос и предложение, за последний месяц в Крыму не продано ни одной квартиры, комнаты или даже клочка земли. Рынок недвижимости целиком заморожен. В преддверии референдума еще 7 марта Украиной был перекрыт единый реестр прав собственности. В связи с этим на сегодняшний день право собственности зарегистрировать ни на какие объекты невозможно. Поэтому рынок не работает. Зато работают риэлторы. В надежде на прибыль покупателей записывают в листы ожидания. По активности спроса этот апрель обошел даже пиковые сентябрь-октябрь. Вот и Михаил Межуев, владелец агентства по недвижимости, не упускает телефоны из рук. Было затишнее, наверное, месяца 4 точно. Можно сказать, практически не работали. Последнее время оживление есть. Вы видите, нет сейчас риэлторов на рабочих местах. Они все на показах, они все работают. Это после референдума, да. Потенциальным покупателям сейчас предлагают заключить договор о купле-продаже. В нем прописывается цена, сумма, задатка. Но вступить в силу такой документ может лишь когда на территории полуострова заработает Росреестр. Появляются различные схемы, которые связаны с так называемыми предварительными договорами, задатками, авансами и так далее. В настоящий момент такие сделки действительно происходят, к сожалению. Потому что, на мой взгляд, это очень сомнительные сделки. И я бы предостерег как продавцов, так и покупателей. Александр Иванович пенсионер и владелец небольшой дачки. На четырехсотках построил дом в два этажа, сдавал комнаты на лето. Его участок расположен в престижном районе Севастополя, в Фиоленте. Земля здесь дорожает быстрее всего. Вот и решил, надо продавать. А чтобы показать, чем так славен Фиолент, ведет нас к берегу моря. Чистое море, целебный воздух, мыс Лермонтова, бухта Александра. По сути дела, отсюда начинается южный берег Крыма. Многие, кто собирается продавать свою недвижимость в Крыму, думают, что цена подскочит раза в два, когда заработает Росреестр. Об этом говорят и эксперты. Но такой скачок, скорее всего, будет иметь временный характер. Я просто хотел бы, опять же, предостеречь наших дорогих крымчан и севастопольцев, не думать, что те люди, которые сейчас валом повалят сюда, покупать, что они дураки. Люди анализируют. Те, у кого есть деньги, у них и мозги есть. Поэтому я говорю, рынок отрегулирует все, и он поставит все цены на свои места. В целом же, эксперты оценивают рынок недвижимости Крыма как стабильный. За последние лет семьи разорилась и не исчезла ни одна компания-застройщик. Все дома с долевым участием сданы, ключи розданы, долгостроев на полуострове почти нет. Михаил Терентьев, Павел Шабанов и Влас Москвин. Вместе из Крыма. Вместе из Крыма.